Здравствуйте! Меня зовут Арсений Самоль. В эфире новости с колёс. В ближайшие несколько минут о самых главных событиях из автомобильной жизни России и мира. Сегодня в программе. Стали известны новые подробности об итальянском кроссовере класса люкс. Мини-пэйсмен в новом кузове получил приключенческое название. По автомобиле китайского бренда готовы порвать рынок России. Фискер возвращается и готовится нанести удар. А теперь обо всём подробнее. Один из самых одиозных проектов Ламборгини будет собираться в Словакии. Итальянцы обещают, что продажи кроссовера УРУС начнутся в 2017 году. Новинка будет построена на модульной платформе Фольксвагена – MLB. Так же, как и будущие поколения всех внедорожников концерна. Ожидается, что вседорожный Ламборгини получит 8-цилиндровый двигатель с двумя турбинами. Так же не исключена возможность появления моторов В10 или В12. Кроссовер построят с использованием лёгких и современных материалов – углепластика и алюминия в сочетании с магнием. В итальянской компании рассчитывают сделать модель не только самой доступной своей линейки – цены на модель будут начинаться от 170 тысяч евро, но и самым лёгким и быстрым автомобилем в классе. Ежегодный объём выпуска – около трёх тысяч машин. Как известно, шрифт Брайля был придуман 15-летним мальчиком. Вот имение официально представило концепт-кар, разработанный своими стажёрами. Концепт-кар сделан на базе модели Pacement версии Cooper S. Пикап оснащается 184-сильным бензиновым мотором, который на серийном кроссовере сочетается с шестиступенчатыми автоматом и механикой. Какая коробка передач используется на прототипе – не уточняется. Pacement Adventure укомплектовали и системой полного привода All4. Пикап дополнительно отличается от серийной модели, увеличенным дорожным просветом и переработанными элементами шасси. В перечень оборудования концепта входят шноркель, дополнительные элементы освещения на крыше и переднем бампере, а также установленный за люстрой багажник для хранения запасного колеса и внедорожной покрышки. Пикап построен в единственном экземпляре, и на данный момент у Мини нет планов по запуску его в серийное производство. Линейка китайских брендов в России пополнилась еще одной маркой. Одна из крупнейших автомобильных компаний Поднебесной выходит на отечественный рынок. Dunfan Motor действительно является вторым по объемам продаж автопроизводителям в Китае, однако компания все же специализируется на коммерческом транспорте. Линейка легковых автомобилей у китайцев крайне скромна. На российском рынке пока будут присутствовать только два автомобиля марки Sedan S30 и Crossover H30 Cross. Оба автомобиля построены на базе стратегических партнеров китайского бренда PSA, Peugeot, Citroёn. Машины получили платформу Citroёn ZX. Спереди у китайцев подвеска типа MacPherson, сзади полностью независимая. На седанный кроссовер устанавливаются рядные четырехцилиндровые двигатели объемом 1,6 литра, которые будут работать в паре как с механической, так и с четырехступенчатой автоматической коробкой передач производства фирмы Aisin. Ранее практически единственному в России прокатиться на этом автомобиле выдался шанс нашему коллеге Сергею Цыганову. Как у той, так и у другой версии. Подвеска достаточно жесткая, думаю, что даже до дискомфорта жесткая. При этом у Cros она все-таки чуть более комфортная. И вообще Cros показался незначительно более комфортной машиной, причем неконструктивно, а именно по настройкам. Машины получили продвинутую медиасистему с 7-дюймовым экраном, а также мощную аудиосистему. Доступны, правда, все эти прелести только для высших комплектаций модели. Стоимость седана S30 стартует со отметки в 469 тысяч рублей. Минимальная цена на H30 Cros 519 тысяч. Компания Doomfeng выбрала российский рынок как стратегический рынок. Во-первых, мы считаем, что российский рынок имеет огромный потенциал. Во-вторых, по территориальной части она очень, скажем, близко находится от Китая. Doomfeng заключила дилерские контракты уже с 20 центрами по всей России и планирует продать за нынешний год порядка 2500 автомобилей в стране. Обещают китайцы и кое-что новенькое. На московском автосалоне, который пройдет в августе, скорее всего, будут презентованы еще несколько машин для России. Словно птица Феникс из небытия восстал производитель гибридных суперкаров Fisker. Причем возрожденный бренд планирует вернуться на рынок сразу с тремя моделями. В середине 2015 года компания возобновит выпуск бензин-электрического седана Karma стоимостью около 100 тысяч долларов. Годом позже производитель рассчитывает наладить сборку спортивного универсала Surf. А в 2017 году на рынке ожидается появление доступного гибрида Atlantic, который должен оказаться вдвое дешевле Karma. Седан Fisker Karma оснащается силовой установкой, состоящей из двух электромоторов с суммарной мощностью 403 лошадиные силы, комплекта аккумуляторов емкостью 20 кВт-часов и 260-сильного бензинового турбомотора, который используется исключительно для зарядки батарей. Аналогичными агрегатами планируется оборудовать и серийную версию универсала Surf. Atlantic же должен был получить комбинированную установку мощностью около 300 лошадиных сил, состоящую из турбочетверки BMW, двух электромоторов и литий-ионных батарей. Напомним, активы Fisker в феврале достались китайской компании Vanshan Group. Это все главные новости на сегодня. О самых интересных из них вы сможете узнать в эфире программы «Попутчик. Итоги недели» по понедельникам в 20.00, а также с помощью нашего мобильного приложения для систем iOS и Android. Оставайтесь с нами, смотрите Автоплюс. В студии был Арсений Самоль. Удачи на дороге и берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok